Приветствую вас Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос. Собственно говоря, если вот так вот давать какую-то обратную связь непосредственно на ваш запрос. Запрос у вас такой. Может быть кто-нибудь даст совет. То я хочу сказать следующее. Психологи советов не дают. Это первое. Психологи помогают человеку разобраться в себе, но проживать вашу жизнь за вас мы не будем. Не слично это и негуманно по отношению к вам. Следующий момент. При прочих равных условиях, а именно при наличии вашей истории, ваша просьба на этот совет выглядит примерно так. Я не хочу или боюсь что-либо решать в своей жизни сама. Я не на кого опереться. Я хочу опереться на ваш совет. Ну допустим, допустим, на наш совет вы обобретесь. Но простите, а что дальше? Что будет дальше? Вам потребуется еще совет, еще совет, еще совет. Нет. Ваша системная проблема, как мне кажется, это заниженная самооценка, это какой-то страх одиночество и недоверие себе. А если вы перечитаете свой текст, то вы увидите, что вы на протяжении и в общем-то много времени себя превосмогаете. В Терпите ожидаете, что что-то поменяется, даже сейчас. И по сути живете в долг. Ну вы живете как-то в долг. То есть вы говорите, вот я сейчас поживу, я сейчас пострадаю, а потом все будет хорошо. Возможно. Вот внезапно, резко все изменится и нет. Ничего не изменится. В том смысле, значит, что если вы обесцениваете себя, или если вы как бы мечетесь из крайности в крайность, то ничего не изменится. Например, как-то мне кажется, в начале ваших отношений, когда вы только с мужчиной начинали взаимодействовать. Мне кажется, что вы старались быть для него максимально удобной, максимально комфортной, давали ему все, что нужно, все, что он хочет и так далее. Иначе откуда у него к вам в том числе такие запросы. Но потом вы резко меняетесь. Резко меняетесь. И говорите, теперь мне ничего не интересного, теперь у меня только вы, еще теперь я серьезный. Может быть, это и верно. Но вы полностью исключаете свои желания, вы полностью исключаете свои потребности, вы полностью исключаете чувства сейчас. Вы говорите, мне не интересны интимные сферы, я кормлю грудью и так далее. Это никак не связано. Да, одно дело, если вы не хотите именно своего мужчину, это одно дело. Другое дело, если вы считаете, что секс вообще сейчас вам не нужен. Это не совсем корректно. Вот. Поэтому мне кажется, что вы нечитесь из такой крайности в крайность и, ну, как бы, надеетесь найти какую-то опору в крайностях, ну, вот в этих крайностях. Но правда в том, что опоры в крайностях нет. Единственное, единственное, что там есть, это некие такие, знаете, ну, может быть, я бы сказал догмы. То есть, это догматизм. Так вот. Вот это в крайностях есть. Всегда. В крайностях всегда присутствует догмат-догматизм. То есть, негибкость такая вот, некоторая принципиальность, вот, и некоторое игнорирование меняющихся обстоятельств, которые, ну, меняются довольно быстро, которые, к сожалению, куда более подвижны, чем любая другая. Вот. Немалый важный аспект. Это ваши отношения с родителями, которые почему-то вмешиваются в вашу личную жизнь. Вот. Я не совсем понимаю, с чем это связано. То есть, ну, почему они вмешивают? Почему вы позволяете им это делать? Почему вы позволяете своим родителям вмешиваться и указывать, допустим, вам, как, ну, как действовать и так далее? Да. Вот. Важно понимать, что это ваше жизнь. Важно понимать, что свою жизнь, ну, не проживать саму своими ошибками, конечно, конечно же. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Выходит все, выходит все так, что вы пытаетесь опереться на других людей. Ну, это, повторюсь, ветвь Тупкова, на мой взгляд. Поэтому я бы предложил вам учиться слышать и слушать себя. В первую очередь, работать со самооценкой и страхами, которые у вас есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь на отклик по моему ответу. Это послужит вам началом работы над собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok